Добрый вечер на 12-м канале час новостей в студии Дарья Шадрина. Главное сегодня. Сезон дожди почти как в тропиках. В Омске опять резкая смена погоды. МЧС разослала предупреждение. Допрыгались на одном из батутов в Омске. Пострадал ребенок. Денег будет больше. Александр Бурков договорился о дополнительном финансировании для подготовки к форуму межрегионального сотрудничества России-Казахстана. Вернулся домой спустя 70 лет. В Таврическом районе захоронили бойца Великой Отечественной. В спортивном зале не спортивный дух. Вот так у нас в районе развивается спортивное направление. Годами ничего не ремонтируется. Кто ответит за обрушившийся потолок, который мешает рекордам школьников? Штормовой ветер, ливень, гроза и град. В регионе продолжается резко меняться погода. Только в течение дня мы трижды могли наблюдать за капризами природы. В начале дня синоптики обещали 30-ти градусную жару. И в первой половине дня было действительно очень душно. Однако уже в обед солнечное небо буквально за минуту заволокли тучи. Усилился ветер и пошел дождь. Позже вновь вышло солнце. Каждую тему дальнейшее ухудшение погоды продолжится этой ночью и завтра днем. Такой прогноз дает гидромедцентр. В связи с этим МЧС советует соблюдать осторожность на улице. Специалисты призывают находиться вдали от линии электропередачи, деревьев, рекламных щитов. И не парковать вблизи них автомобили. А уходя из дома, закрывать окна, балконные двери и выключать электроприборы. Тем временем приливные дожди сейчас еще больше осложнили ситуацию в Кормиловском районе. Из-за обилия осадков в озерах и реках региона начал подниматься уровень воды. И в селе Игнатьево смыло мост, который соединяет две деревни. Со слов местных жителей, переправа – кратчайший путь до райцентра. Единственная дорога к магазину и аптеке. Теперь, чтобы купить продукты и лекарства, селянам приходится делать крюк в 5 километров по разбитой дороге. А в Омске, в городке Нефтяников, произошло ЧП. И многие очевидцы связали происшествие с усилившимся ветром. Как раз в этот момент у Кристалла надувной батут начал сдвигаться с места и сдуваться. В этот момент там еще находились дети. По словам очевидцев, один ребенок даже ударился об асфальт. Ольга Колесник выслушала очевидцев и постаралась восстановить достоверную картину случившегося. Досадная случайность. Так исполнительный директор компании, который принадлежит батуту Кристалла, объясняет ЧП с пострадавшим ребенком. Вот как бы у нас провода, то есть вот, по сути, мог, по сути, кто-нибудь пройти, споткнулся в него, зацепился, я его бы выбил, он там с розетки. Может быть, кто-то его выключил, но как бы я подошел, он был там так же и сел, я его включил сразу же обратно. А вы как быстро среагировали? Ну, в течение, там, может, двух-трех минут, максимум. То есть я, получается, я сначала не понял, подошел сюда, посмотрел, все вроде выключил, непонятно, не могу. Подошел, то есть пока включил, ну, включил розетку, залез туда, включил розетку. Все. Ну, чтобы держать ребенка, то есть там надо минут 10, чтобы он дошел до асфальта, не меньше. Мама травмированного малыша обвиняет владельцев аттракциона. Сразу после инцидента высказалась в соцсетях. Начали сдувать батут, когда там находились дети. Мой ребенок, прыгая на нем, ударился уже об асфальт, и его накрыло надувной фигурой. Хорошо, что из последствий только ушиб ноги и испуг, ведь могла быть ситуация намного хуже. Мнения очевидцев разделились. Одни сопереживали маме мальчика и посоветовали обратиться в надзорные органы. Другие обвинили женщину в невнимательности. Впрочем, на случай любой нестандартной ситуации у аттракционов должны дежурить контролеры. Здесь же за детьми никто не следит. Почему на этот раз как-то не поставить здесь контролера, чтобы или провода по-другому подключать? Потому что таких ситуаций не было у нас. Поэтому это вот единичный случай. Сейчас батуты не самые популярные аттракционы. Возможно, причина в том, что недавно всю страну всколыхнула новость о происшествии в Бурятии. Здесь надувную конструкцию вместе с малышами снесло порывом ветра. Вот первые кадры с места ЧП. Батут взмыл воздух, его закрутило. Испуганные родители бегут следом. Конструкция бьется о столпы и детей госпитализируют с переломами, гематомами и рваными ранами. Следователи установили, объект был недостаточно надежно закреплен. В омских парках аттракционы требованиям безопасности соответствуют. Ежедневно перед вводом аттракционной эксплуатации техники проверяют надежность крепления. То есть все крепления должны быть зафиксированы, привязаны. Кроме того, должно быть установлено защитное ограждение от батута, то, что мы видим. Ну, плюс к тому, в процессе эксплуатации батута контролеры-операторы, которые находятся непосредственно здесь на батуте, следят за правилами нахождения граждан. И все же мамы не оставляют малышей без присмотра. Никогда не ухожу. Я мама слишком ответственная. Чересчур, наверное, опекаю. Но я очень боюсь. Запретить малышам прыгать на любимых батутах родители не могут. Дети любят этот аттракцион. Однако, прежде чем купить билет на ту или иную карусель, паровозик или батут, убедитесь в их безопасности, чтобы из парка вы ушли с хорошим настроением. Ольга Колесник, Екатерина Булучевская, Владислав Осинцев, 12 канал. На полтора миллиарда рублей больше выделят на подготовку к форуму межрегионального сотрудничества России-Казахстана. Об увеличении финансирования удалось договориться губернатору. Александр Бурков сообщил об этом на оргкомитете по подготовке саммита. Дополнительные средства из федерального бюджета направят на капитальный ремонт домов и реконструкции дорог. Деньги поступят в ближайшее время. Ранее регион получил 1 миллиард 100 миллионов рублей. За счет этих средств отремонтируют фасады 169 домов в Омске. Работы уже начались. Спортивную школу в Марьяновке проверит прокуратура. Поводом стало обрушение части потолка. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. Вот так у нас в районе развивается спортивное направление. В таких условиях занимаются дети. Годами ничего не ремонтируется. Вот такие у нас раздевалки. Здесь раздеваются дети, когда приходят на тренировки. Эта видеозапись также послужила поводом для прокурорской проверки. Специалистам предстоит оценить работу ответственных за содержание объекта и принять меры. Отматривается, запрашивается документация. Контролирующие органы мы привлекаем. В зависимости, опять же, что там за ситуация. Либо это строительные специалисты, либо же это специалисты в случае, если, например, какая-то плесень, грибок и так далее. Это Роспотребнадзор в том числе еще, чтобы это не представляло опасность для обучающихся и так далее. То есть комплекс мер, которые позволят действительно разобраться в ситуации, подтвердить, либо опровергнуть сведения о том, что на самом деле там, скажем так, имеются какие-то нарушения и имеется потенциальная опасность для несовершеннолетних. Известно, что последний раз здание ремонтировалось в 2015 году. Сразу после ЧПМ в районы администрации обещали отремонтировать кровлю, но только если спорткомплекс включат в областную программу капитального ремонта образовательных учреждений. До этого тренировок в зале не будет. Однако, по словам местных жителей, и сейчас здесь продолжают заниматься дети. Стало известно, где проведут церемонии открытия дельфийских игр, которые пройдут в Омске в следующем году. Открыть их планируют на Красной Звезде. На штаб культурной олимпиады разместится в историческом парке «Россия. Моя история». Эту новость объявили в правительстве. Здесь прошло первое заседание Оргкомитета. Уже следующей весной в Омск приедут 2000 юных виртуозов со всей России и стран СНГ. По масштабу и значимости конкурс сравнивают с Олимпийскими играми. Организаторы стараются заранее продумать каждую мелочь. Какие сюрпризы подготовят для гостей дельфийских игр и поможет ли омским конкурсантам родная сцена. Елена Смирнова узнавала. Валентина Химич жюри покорила буквально с первых нот. Из Ростова, где проходили прошлые игры, вернулась золотой медалью за академическое пение. Тем же, кому выступление на дельфийских играх только предстоит, желает удачи и верит, родная сцена мячам точно поможет. Я безумно рада за свой родной город, свой регион. Я желаю удачи всем ребятам и гостям. Дипломант игр Полина Шароварова не прочь блеснуть на играх еще раз, чтобы покорять зал, а от души распевается, даже гуляя в парке. Это Ария Керубина из «Свадьбов игр Моцарта». Приходилось, может быть, распеваться на ходу когда-нибудь? Конечно. Очень часто бывает так, что на конкурсах не предоставляют определенное место с инструментом. Но на дельфийских играх, конечно, все иначе вспоминает девушка. Уровень организации одного из главных творческих конкурсов всегда высочайший. Того же ждут и от участников. Но и лучшей культурной встряски как для музыкантов, так и для города не придумать. Огромный поток талантливых творческих людей в Омске. Это так здорово, что они узнают, познакомятся с нашим городом, кто еще не знал. Ну, конечно, родная земля. К слову сказать, ростовчане-то выиграли командное первенство в этом году. Так что, наверное, это помогает. За все годы участия омская делегация привезла с дельфийских игр 13 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых медалей. Чем пополнится копилка мячей, узнаем уже следующей весной. 25 апреля Омск превратится в столицу искусств. На наших площадках 2000 виртуозов со всей страны и страны СНГ попробуют покорить пьедесталы творческой олимпиады. Работа в оргкомитете уже кипит. Стараются продумать каждую мелочь. Парковки, логистика, благоустройство, расселение и культурная программа для участников жюри и просто гостей. Для каждого из которых визит в сибирский город должен стать незабываемым. Церемонии открытия и закрытия игры планируют провести на Красной Звезде. Шталпы игр развернут в историческом парке. Отсюда же будут развозить участников. Особенной будет и программа. Игры посвятят юбилею победы. 20 лет исполнится и самой Олимпиаде по искусству. Надеемся на то, что с учетом того, что в 2020 году мы будем праздновать 20 лет дельфийским играм современности, что мы это сделаем вместе с Омской областью. И у нас это будет получиться очень здорово. И проект будет улучшить за всю историю дельфийских игр. Почему Омская область идет на это? Есть вот, я всегда беру практику лучших регионов. Татарстан. Это же имиджевые проекты. Что делает Татарстан? Привлекая, допустим, крупные масштабные международные мероприятия, идет продвижение регионов по стране, по миру. Поэтому наша задача Омскую область как раз продвинуть. Международные мероприятия, как дельфийские игры, как форум «Россия-Казахстан». Это все звенья одной цепи. Музыканты поспорят в 30 номинациях на молодежных российских играх. В 12 сойдутся виртуозы игр СНГ. Имена финалистов дельфийских игр, которые встретит Омск, назовут 29 апреля. Елена Смирнова, Сергей Гаврилов, 12 канал. Кинотеатр «Сатурн» все-таки законсервируют. После того, как здесь случился пожар, загорелся мусор внутри заброшенного строения, мэр Оксана Фадина распорядилась провести работы в ближайшее время. Здание небезопасно. На проведение консервации установят круглосуточный пост охраны. Добавлю, что в планах у мэрии масштабная реконструкция «Сатурна». Сейчас идут поиски инвесторов. В Омске будут обучать инженеров будущего. В регионе планируют открыть инженерно-технический лицей. Идею высказало предприятие «Омскнефтехимпроект». Александр Бурков инициативу поддержал. Губернатор посетил проектную лабораторию и подписал соглашение о намерениях. Когда новая школа откроет свои двери, и почему сейчас инженеров готовят почти с рождения, знает Анзеля Бахтиярова. Технология «Суэцкая» – одна из лучших в мире умы и руки омские. На чертежах эксклюзивный для Омска проект очистных сооружений. Сейчас их возводят на нефтезаводе. Установки очистки закрытого типа, что позволит избежать выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Качество воды сегодня выше, чем сегодня мы имеем в РТШ. То есть фактически с этих очистных часть воды будет разбавлять грязную воду в РТШ чистой. Ну я условно говорю. Я не считаю, что вода в РТШ грязная. Омские инженеры проектируют нефтезаводы, разрабатывают чертежи и макеты. Компания занимается поставками и строительным контролем. Связь с объектом поддерживает в режиме онлайн. Происходящее на стройплощадке в случае необходимости моментально транслируется на монитор. А ключевым нефтепереработчикам соседней республики Казахстан помогали перейти на цифровые рельсы. Для воплощения проектов и специалисты нужны подчас уникальное, что называется, штучный товар. Готовят здесь кадры со школьной скамьи по программе школа-вуз-предприятия обучили больше тысячи школьников и студентов. 189 выпускников после пришли работать. Анна Кононова стать инженером решила еще до того, как пошла в школу. Пятиклассница мечтает проектировать заводы, безопасные для человека и окружающей среды. Я с мамой с одного годика хожу сюда на предприятие. Мне всегда нравилось смотреть за работой инженеров, на то, как они проектируют, как они что-то чертят. И я очень люблю рисовать, чертить. Именно поэтому я поняла, что мне нужно в проектировщике, и что я добью своей цели, я поступлю на проектировщику. Дальше больше в регионе появится инженерно-технический лицей. Обучать будут не просто будущих инженеров, но инженеров будущего. На вооружение возьмут только лучшие методики. В частности, сингапурские оснастят по последнему слову техники. В планах создать и специальный фонд развития образования идею поддержал губернатор Александр Бурков. Соглашение о намерениях подписано. Глава региона уверен, ранняя профориентация важна не только для самих ребят, но и для области стабильной экономики и комфортного инвестиционного климата. Инженер – это вообще особый человек, он по-особому мыслит. Поэтому его готовить нужно действительно со школьной скамьи, а может быть даже с детского сада. Потому что уже даже в детском саду у ряда ребят определенные способности видны. Но важно, что это будущее всех предприятий, высокотехнологичных предприятий. Инвестор всегда идет туда, где есть квалифицированный персонал инженерный, создающий. Омский инженер – это не условный термин, это сегодня важнейший фактор российской экономики. Я прямо на это обращаю, это важнейший фактор. Сегодня Омск, без Омской инженерной подготовки или составляющей никто не реализует крупные объекты в России. Просто это невозможно. Конкретного проекта пока нет. Программы в разработке. Планируется, что за парты нового лицея юные кулибины сядут уже в 2022 году. Танзеля Бахтиярова, Елена Смирнова, Сергей Гаврилов, 12 канал. И смотрите далее в программе. Вернулся домой спустя 70 лет. В Таврическом районе захоронили бойца Великой Отечественной. Аварий меньше, срок службы дольше. На омских дорогах появится необычная разметка. И яркий старт во взрослую жизнь. Вчерашние школьники отгуляли выпускной бал. На дорогах обновляют дорожную разметку. Работы запланированы масштабные. Уже наносят новое покрытие на Красном пути, за Озерное. Сегодня специалисты вышли на улицу Ватутина. С помощью чего будут снижать аварийность на дорогах и какие объекты попали в первоочередной список, знает Анастасия Галаева. Пешеходный переход на этом участке улицы Ватутина сегодня обходят стороной. Чтобы не мешать рабочим, здесь начинают обновлять дорожную разметку. Для нанесения дорожной разметки используют химический пластик. У материала сразу несколько преимуществ. Во-первых, он отличается повышенной прочностью, что немаловажно для таких участков с интенсивным движением. Во-вторых, его хорошо видно в темное время суток, благодаря стекло-шарикам, которыми рабочие буквально усеивают полосы пешеходного перехода. Аварийность на дорогах с таким покрытием подсчитана. Снижается на 15%. Сначала производится предварительная разметка мила. Мы отмечаем, где будут находиться наши полосы. Обклеиваем скотчем. И потом шпателем наносится этот материал. В материал добавляется загуститель. То есть у нас есть 7 минут после добавления нано-веселье. После этого он твердеет 15-20 минут. Через полчаса по полосе можно ехать. В списке улиц, где нанесут разметку, 24 объекта. Те, что были ранее отремонтированы в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Причем это не только центр города, но и окраины. Общая площадь составит почти 42 тысячи квадратных метров. Контракт у нас был заключен на 19 июня текущего года. Срок окончания выполнения работ 1 сентября. Также в рамках этого контракта у нас заключен еще один контракт со стройконтролем, который у нас будет осуществлять функции контроля за качеством и объемом выполненных работ. Гарантийный срок на выполнение работ по химпластику, по термопластику составляет 1 год. На краску 6 месяцев. Также работы запланированы на 17 магистралях, которые в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» отремонтируют в этом году. Обновят не только пешеходные переходы, но и продольную разметку. Ее будут наносить преимущественно в темное время суток, чтобы не создавать пробок. Любители же погонять по ночному городу просят быть предельно осторожными. Заботятся не только о собственной, но и о безопасности дорожных рабочих. Вернулся домой спустя 74 года после победы. Сегодня в Таврическом районе с почестями захоронили останки фронтовика Никифора Кисирума. Долгое время он считался пропавшим без вести. О его судьбе родные и близкие ничего не знали. Восстановить фронтовую историю помогли поисковики. И сегодня героя, которым надал жизнь за родину, вернули домой. Никита Смирнов продолжит. На центральной площади Тавричанки практически все село. Жители пришли проводить земляка в последний путь. Траурный митинг начинается с минуты молчания. Останки Никифора Кисирума поисковики отряда ополченец обнаружили в Зубцовском районе Тверской области. Ребята нашли солдатский медальон и каску. Доподлинно неизвестно, принадлежала ли эта каска погибшему тавричанцу или это обмундирование другого бойца. Нашли ее рядом с останками. И судя по пулевым отверстиям, она участвовала в бою. Поэтому решено передать ее в дар местному музею, как напоминание о страшных событиях Великой Отечественной войны. На церемонии прощания дочь фронтовика Валентина Михеева. Отца она не помнит. Последний раз он брал ее на руки, когда ей исполнило 6 месяцев, а затем ушел на фронт. Женщина была в шоке, когда получила весть от поисковиков. Я просто растеряна была, взволнована. И для меня это такая неожиданность была. Дело в том, что у нас же похоронка была. И указано, что вот он именно в селе Медниково похоронен в Новгородской области. Ну, что август месяц это там было указано. Вот так. Поэтому я с мыслью все время жила, что он погиб. Сейчас в области насчитывается 11 поисковых отрядов из Калачинска, Тары, Одесского, Таврического, Тюкалинского и Сидельниковского районов. Все они входят во Всероссийское поисковое движение. За 18 лет волонтеры нашли около 2000 солдат из разных регионов. И точку здесь ставить еще рано. Для того, чтобы выяснить судьбу погибших бойцов, потребуется не один десяток лет. Говорят, родственникам Никифора Кассирума еще повезло. Останки фронтовика обнаружили во время полевой экспедиции. На самом деле все могло быть засыпало землей, остался в воронке. Где-то одиночное захоронение или вообще не захоронение. И вот с нашим солдатом оказалось именно так, что домой пошла похоронка, а он просто в воронке, остался в воронке, накрыло его землей. Останки солдата Никифора Кассирума опустили в могилу подружейные залпы. Как и подобает, когда предают земле героя. Никита Смирнов, Дмитрий Алдогепченко, 12 канал. Необычное предложение руки и сердца сделало меч. Все случилось в кинотеатре под открытым небом. Фильмы на большом экране здесь смотрят в автомобилях. После рекламных трейлеров последовало признание в любви. Романтический поступок поддержали зрители. Автолюбители сигналили и моргали в армии. Под такое светопредставление девушка не смогла отказать возлюбленному. Тысячи омских школьников отметили выпускной. После торжественного вручения аттестатов 11-классники встретились на общегородском балу. Его традиционно устроили на Иртышской набережной. Здесь прошла праздничная программа, кульминация которой стал красочный фейерверк. Слово Екатерине Балучевской. На лицах улыбки в душе волнения выпускной 2019 начинается. Уже через несколько часов они перевернут одну из самых важных страниц своей жизни под названием школа. Наряды ослепляют, но кто бы мог подумать, что за сияющими платьями, диадемами и элегантными смокингами скрываются будущие физики-ядерщики, переводчики и лучшие политологи. Эти ребята ученики гимназии номер 117, одного из самых сильных учреждений страны по поступлению в ВУЗы. Александр Бурков сравнил выпускников с прогрессорами братьев Стругацких. Это те персонажи, которые несли в общество идеи, несли открытия, несли изменения новые ради того, чтобы улучшить мир. Вы знаете, я вышел сюда и почему попросился в центр к микрофону. Мне хотелось бы, чтобы меня кто-то сфотографировал. Вот на фоне этих умных и красивых ребят. После вручения аттестатов традиционный выпускной бал на набережной, лучшие ведущие, аниматоры, диджей и прекрасный закат. Сегодня все для выпускников. В этот вечер можно дать волю эмоциям. Замечаний не будет. Так, а вы часто хулиганили в школе? Ну, было дело. А замечания какие делали? Самые вот яркие, которые помните. Я часто опаздывала. Я писала докладные постоянно. Ну, не докладные, а объяснительные. А так больше ничего. А я не помню, чтобы меня ругали. С улыбкой вчерашние школьники вспоминают и о первой двойке в дневнике. А помнишь свою первую двойку? Да, я плакала. Сильно. И боялась маме рассказать. Но все плохие оценки и детские шалости компенсируют аттестаты и результаты по ЕГЭ. В этом году в регионе рекордное количество стубальников. И все же, несмотря на высокие отметки, выпускники не прошли мимо талисмана успешного поступления. Ученого-кота Омского госуниверситета. Многие уже определились не только с вузом, но и с профессией. С кем хочешь стать? Биологом, ученым. Привет, Ом. Почему? Привет, выпускники! Привет! Мне кажется, это именно та область, в которой можно постоянно совершенствоваться. Узнавать что-то новое, быть умнее, чем был вчера, это то, чего я хочу. Смелые мечты и амбициозные планы на будущее с выпускниками разделяют и их родители, волнуясь, кажется, куда больше своих детей. Верите, что детки подросли? Все, вот с трудом, с трудом верится. Только когда смотрим на них тогда уже, а голова не верит в это. Платье а-ля голливудский шик, костюмы с милых оттенков, на набережной словно светский раут. Вот такой он современный выпускной. Свое прощение со школы вспоминает и Оксана Фадина, а еще напутствуют ребят. Добрые пожелания мы расставила в книге выпускников, достигших наивысших результатов в учебе. Мы с мамой очень долго, как, наверное, и для любой девочки, скурпулезно и кропотливо формировали лук, как сейчас это говорят. И, конечно, объездили весь Омск. Но самое трепетное было непосредственно в зале. У нас была церемония сначала в актовом зале. И с нетерпением хотелось уже в руки взять этот аттестат, потому что это плод твоего труда, это плод труда моих родителей. Конечно, аттестат в прямом и переносном смысле открывает для тебя большие двери в жизнь. С наступлением сумерек на набережной традиционно запускают праздничный фейерверк. И это кульминация вечера. Им салютует весь город в небе на Омском. Сотни залпов таких же ярких и неповторимых, как они. Грандиозный фейерверк, прекрасная точка выпускного 2019. Но, как говорят ребята, это вовсе не финал, а только начало. Начало их новой, взрослой жизни. Екатерина Булучевская, Сергей Гаврилов и Сергей Никифоров, 12 канал. Баскетболистку из Омска признали на европейских играх самым результативным игроком. Екатерина Поляшова выступала в составе сборной России. Четвертьфинальный матч француженками состоялся в Минске. К сожалению, наша команда уступила соперницам со счетом 13-20 и покидает турнир. Ну а самыми результативными игроками по итогам матча признали Поляшову и соперницу Каролин Эро. Между тем, игры продолжаются. На мячи уже принесли сборной России две медали в стрельбе и художественной гимнастике. Впереди еще четыре соревновательных дня. О других новостях спорта в обзоре от Алексея Дарьева. Амичка завоевала серебро на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике. Турнир под названием «Мастера прыжков с шестом» состоялся в Чебоксарах. Среди участниц соревнований было немало именитых спортсменок. Действующая чемпионка Европы. Двукратная вице-чемпионка мира в помещении Анжелика Сидорова. Чемпионка Европы среди молодежи. Серебряный призер чемпионата Европы Ангелина Жук-Краснова. Чемпионка мира Европы среди юниоров Елена Лутковская. Омскую область представляла мастер спорта. Бронзовый призер Кубка России 2016. И бронзовый призер чемпионата России 2019 Ирина Иванова. Столица Чувашии она покорила высоту 4 метра 56 сантиметров и заняла второе место. А мечи отметились на пьедестале и в Новосибирске. Мария Родина и Анастасия Лазарева стали призерами всероссийских соревнований по современному троеборию. Оно включает в себя плавание, бег и стрельбу. В итоге Лазарева стала обладательницей серебряной медали, а Родина завоевала бронзу. Кроме того, мечи Мария Родина и Михаил Ключенко попробовали свои силы и в более сложной дисциплине. Четырехборий, которая включала еще и фехтование. Марии удалось занять второе место, Михаилу до пьедестала не хватило совсем немного. В его активе четвертое и пятое места. По итогам пятого раунда драфта НХЛ клуб Нью-Джерси Девилс под общим 129 номером выбрал нападающего омских ястребов Арсения Грицюка. В минувшем сезоне Форвард провел в регулярном чемпионате молодежной хоккейной лиги 30 матчей, набрав 21 очко и став одним из главных открытий команды. Грицюк также проявил себя в плей-офф, набрав 5 очков в 8 встречах. На настоящий момент по итогам драфта НХЛ клубами выбрано 28 российских хоккеистов. Это рекордное количество с 2003 года. Алексей Дарьев, 12 канал. Впереди прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Двиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Премия правительства в области качества – это серьезный вызов российским предприятиям. Ежегодно до 12 организаций становятся лауреатами этой премии. В Омском регионе такой чести удостоились всего три компании. Среди них дважды лауреат премии НПУ «Мир». Во всем мире качество уже давно стало ключевым фактором достижения конкурентных преимуществ. Как сегодня работает Омское предприятие, почему нашему бизнесу необходимо совершенствовать процессы производства и управления – подробности в нашем материале. 20 июня в НПУ «Мир» завершила работу комиссии экспертов по оценке материалов компании на соискание премии правительства Российской Федерации в области качества. Именно они дадут заключение, готово ли Омское предприятие в третий раз получить признание на самом высоком уровне. Премия имеет достаточно серьезную и длинную историю. В России она у нас с 96-го года. Она настолько универсальная, что позволяет охватывать предприятия любых направлений деятельности, любых отраслей. При этом сама модель позволяет оценить качество управления предприятием. А на сегодня для России это очень важный, очень серьезный вопрос. И более того, в рамках премии предприятия имеют возможность обмениваться опытом, имеют возможность видеть лучшие практики, которые есть сегодня в России. Очень важно, чтобы как можно больше предприятий привлекалось в это направление. И НПУ «Мир» – прекрасный образец для подражания. Ежегодно до 12 организаций становятся лауреатами премии правительства. В Омском регионе, кроме НПУ «Мир» премию получили только два предприятия. Присуждение премии наглядно показывает зрелость управленческих процессов предприятия, которые не позволят выпускать брак. У нас есть учитель Александр Суворов, один из лучших в мире воинов. Но он не воин был, он больше был, наверное, управляющим, который управлял солдатами. Необходимо все время учиться. Мы постоянно даряем новые системы управления. Есть такая независимая экспертная комиссия, это правительственная премия, где приезжают эксперты, совершенно люди из разных городов, совершенно независимые. И они делают нам замечания, положения, оценивают нас. Премия – это наиболее крупный общенациональный проект в области развития управленческой культуры предприятий. Сегодня у омского бизнеса есть возможность приобщиться к мировой практике и получить признание на самом высоком уровне. Владимир Мутовкин, Никита Смирнов, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. И о погоде спонсор прогноза ИП Сивкова Марина Балакановна. Летний душ из поликарбоната, площадь Укит интерьера и континента. Телефон 50-50-23. Завтра, 26 июня, по области в Омске перемена облачность, временами дожди и грозы. В районах ночью 16-17 градусов тепла, днем до плюс 20. В Омске ночью 18-19, тепла днем плюс 21. Ветер северо-западный 9 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Летний душ для дачи из поликарбоната. Душевые баки с подогревом и без. В июне при покупке душа доставка и душевые аксессуары в подарок. Площадь Укит интерьера и континента. Подробности по телефону 50-50-23. И на сайте летнедуш.рф Таковы новости этого вторника. Я благодарю вас за внимание и желаю вам хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин